Здесь вот у нас череп ребенка. От него дальше нет анатомической целостности костяка. То есть мы можем говорить, что индивид, этот ребенок, был похоронен, и впоследствии эти кости были раздвинуты для того, чтобы положить людей в анатомию. Слой за слоем, фрагмент за фрагментом, и вот останки когда-то живого прошлого предстают перед нашими глазами. Здесь пропитана история земли. Сюрпризы поджидают буквально на каждом шагу. Стоит только копнуть, и перед нами уже не пласт вековой земли, а скрытый под толщей насыпи древний могильник. Здесь находится каменный ящик с человеческими останками. Также в этом шурфе находилось еще два погребения подростков до 20 лет. И за бортами этого каменного ящика было еще 20 черепов, индивидов разного возраста. Имеют ли они отношение к захоронениям внутри костницы, пока непонятно. Это будет известно позже, в ходе обработки материала. А конкретно в этом каменном ящике мы обнаружили по меньшей мере двух индивидов, положенных в анатомию. Мужчина и женщина. Предположительно, такая пара покоилась в этом саркофаге. На это указывают по предварительному осмотру и костные останки, и стеклянный браслет, который, скорее всего, когда-то украшал женскую руку. Но и они далеко не единственные, кто был здесь погребен. По оценке экспертов, тут может покоиться около 30 обитателей древнего города, о жизни которых можно узнать после целого ряда исследований. Мы проводим подготовку к фотограмметрии. Сейчас я расставляю маркеры. Нас интересует вот непосредственно эта стенка. Поэтому я ставлю три маркера на разных высотах и на разных расстояниях. Маркер за маркером, точка за точкой. И так рождается истина. С помощью специального аппарата от тахеометра фиксируется каждый слой, высота и расстояние от древнего могильника. После этого с разных ракурсов всю зону исследования фотографируют. Снимки и данные меток сохраняются на компьютер, загружаются через специальную программу. И вот спустя всего несколько минут перед нами не случайный набор точек, а высококачественная 3D-модель саркофага вместе с его обитателем. В итоге, да, мы получаем 3D-модель, с которой мы позже можем работать. То есть мы можем с нее, например, построить ортофотоплан. Это делается через обработку. То есть получается фотография высокого качества. Потом с этого нашей фотографии, уже с точными соблюдением пропорций и размеров, будет составлен чертеж. Вот так с помощью современных технологий возрождается прошлое. Но уже на этой неделе при условии хорошей погоды специалистам удастся изъять все останки. После этого они перейдут к камеральной обработке. Это составление чертежей, фотографий и более подробное изучение материала. Далее будет представлен отчет, который сможет более детально рассказать о жизни, быте и нравах наших предков. Алектина Игнатьева, Александр Тарасенко. Новости Севастополя. Новости Севастополя. Продолжение следует...